Зайди отсюда! Понял, нет, за ленточку отошел, стоишь. Я говорю, огонь убери! Да, не подходи! Собственник рекламных счетов тщетно пытается помешать сносу. Но подрядчик продолжает свою работу. У него есть разрешение и контракт. Хозяин счета и сам мог его демонтировать, не дожидаясь помощи городской администрации. На это у него был месяц. Но бизнесмен уже год игнорирует все предписания. А потому за дело взялась железная рука. Расходы на демонтаж, а также штраф потом взыщут с владельца земли. Только за один день с частных территорий снесли пять рекламных счетов. После сноса у конструкции одна дорога на склад хранения. Там счеты ожидают своих владельцев, которые за каждую рекламу обязаны заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Если собственник данных рекламных конструкций найдется, есть вероятность, что он заплатит огромные штрафы. Если нет, то данные конструкции через месяц подрядчик утилизируют на базе. Напомним, борьба с нелегальной рекламой в Самаре сейчас вышла на новый уровень. В зоне повышенного внимания городских властей теперь и частные владения. Для проведения демонтажных работ на частных территориях заключаются муниципальные контракты. Щиты убирают не только в центре, но и на окраинах. Пять незаконных конструкций демонтировали с улиц Куйбышевского района в конце минувшей недели. Всего же в городе снесли уже 190 щитов. С использованием спецтехники утилизировано 110 конструкций. И еще одна партия подготовлена к утилизации. В департаменте городского хозяйства заверяют, что после Нового года в Самаре останутся только легальные рекламные щиты. Марьяна Мирная, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.